МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Берлине сотни участников пустили друг другу перья. Великобритании, а также Госдеп США. Также в списках БНД значилась организация стран-экспортер нефти ОПЕК, Международный валютный фонд и Летный центр национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США – НАСА. Эта информация стала известна благодаря работе комитета Бундестага по расследованию скандала вокруг спецслужб, который разгорелся после разоблачения Эдварда Сноудена. Тогда стало известно о широкомасштабной слежке Американского агентства национальной безопасности, в том числе и в Германии. Канцлер Ангела Меркель в ответ на это заявила, что шпионить за партнерами нельзя. Напомним, согласно нормативно-правовой базе, БНД должна в высшей степени конфиденциально собирать информацию о тех событиях за рубежом, которые с точки зрения внешней политики и политики безопасности значимы для Федеративной Республики Германии. Так говорится в первой статье закона о БНД. Вчера Федеральная разведывательная служба Германии отметила свое 60-летие. Журналисты Шпигеля немного опоздали с подарком. Сотни жителей приморского турецкого города Дикили протестовали против сирийских беженцев. Местные жители не хотят, чтобы в их городе устанавливали стойки регистрации и устраивали лагеря для беженцев, которые будут возвращать в Турцию из Европы. Я не собираюсь мириться с результатами грязной политики правительства. Выплатим каждому беженцу по тысяче лир и пусть Европа забирает их. Нам жалко сирийцев, мы против войны. Но пусть страна изменит свою грязную политику. Может кто-то хочет приютить беженцев, но я не хочу. Это моя страна и моя жизнь. Это самое главное. Уже с понедельника Турция должна начать принимать обратно нелегальных мигрантов из Греции. Но до сих пор неизвестно сколько их будет, как их регистрировать и где их будут размещать. Первые репатрианты, как ожидается, будут приняты в Дикили, на побережье Егейского моря в Турции, сообщили турецкие власти. Но куда их девать потом, неизвестно. В первую очередь, Дикили не готов к этому. Если вы соберете большое количество беженцев здесь, это будет наказанием для нас. Это изменит жизнь в нашем туристическом городе, где люди привыкли жить в комфорте. Мы этого не хотим. По условиям соглашения с ЕС, Анкара заберет всех мигрантов и беженцев, которые нелегально попали в Грецию по морю. В свою очередь, Евросоюз будет переселять тысячи легальных сирийских беженцев из Турции. Беженцев из Сирии будут размещать в Турции, а вот несирийцев турки будут отправлять на родину. Анкара уже договаривается об этом с Афганистаном, Бангладеш, Сомали и другими странами. Все самое главное за минувшую неделю о бытовых мелочах жителей Германии. В Германии решается судьба пакетов. Магазины не хотят отказываться от бесплатных пластиковых пакетов. Торговцы считают, что это негативно скажется на покупателях. Но большинство немцев готовы платить за пластиковые пакеты в магазинах и поддерживают такую инициативу. Напомним, Германия обязалась сократить потребление пластиковых пакетов на душу населения до 40 в год до 2025 года. И с 1 апреля в Германии планировали отказаться от бесплатных пакетов в магазинах. Добровольное соглашение подписали Федеральное Министерство окружающей среды и Торговая ассоциация Германии. Но с приближением апреля некоторые магазины дали задний ход. Германия — страна для веселых взрослых. И только в Чехии любители выпить и закурить чувствуют себя свободнее. Таковы результаты исследований европейских социологов. Каждый год они изучают ситуацию с курением и употреблением алкоголя в европейских странах и присваивают им индекс нэнни — нянюшки. Самыми строгими нянюшками для своих граждан в этом году стали Финляндия, Швеция, Великобритания, Ирландия и Венгрия. А вот подопечные нянюшек Чехии и Германии чувствуют себя наиболее свободно в Европе. В Германии вообще один из самых низких в Европе налогов на пиво. Нет налогов на вино, а налоги на другие спиртные напитки ниже среднего показателя по Евросоюзу. Курильщикам в Германии тоже живется неплохо, есть реклама, картинки на пачках не такие страшные, как в других странах ЕС, и мест для курения достаточно. Интересно, что несмотря на такую свободу для курильщиков и алкоголиков, Германия — одна из самых здоровых стран Европы. Продолжительность жизни в Германии такая же, как и в строгой Финляндии. 81 год. На этой неделе стало известно, что в Германии не будут указывать срок годности на продуктах питания. Таким образом, правительство хочет уменьшить огромное количество еды, которую немцы выбрасывают в мусор. Об этом заявил министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт. По его словам, большая часть продуктов годна к употреблению намного дольше, чем указано на упаковках. Производители слишком перестраховываются, указывая срок годности. Из-за этого потребители отправляют в мусор абсолютно свежую еду. Ежегодно в Германии выбрасывается около 11 миллионов тонн продуктов питания. Будущее, как подчеркнул Шмидт, за умной упаковкой. К примеру, в баночку для йогурта предлагается установить электронный чип, который бы ежедневно определял изменения в продукте. Производители уже экспериментируют с наклейками на упаковках мяса, которые меняют цвет. И еще одно заявление Шмидта на этой неделе. Закупочные цены на молоко будут расти, считает федеральный министр сельского хозяйства. При этом он рассматривает перспективы производителей молока как очень хорошие. Министр ссылается на прогноз Европейской комиссии, которая предполагает, что в 2025 году цена на молоко будет составлять около 37 евроцентов за литр. Сейчас фермеры продают молоко по цене 33 цента за литр. В Германии производство молока не является высокорентабельной отраслью. Однако фермеры не отказываются от содержания коров. Ведь это семейные предприятия, которые существуют на протяжении многих лет. Чтобы поддержать нескорентабельное производство молока, государство уплачивает премии. К примеру, в Баварии это около 20 евро за корову. При этом Германия – самый крупный производитель молока в ЕС. Ее доля составляет 20% от общего производства. Японские ученые придумали способ сократить каждодневное потребление соли без ущерба для вкуса пищи. Новая вилка придает еде солоноватый вкус благодаря использованию электрического тока. При определенных параметрах он обманывает вкусовые рецепторы языка, заставляя их посылать в мозг человека сигнал о том, что пища, которую вы положили в рот, все-таки в меру соленая. «Я начала свои исследования в 2010 году», – говорит создатель вилки. «Я в буквальном смысле ела кусочек за кусочком, изменяя параметры тока. Так что это был довольно долгий путь». Устройства, использующие электричество для обмана вкусовых рецепторов, существуют уже давно. Но, по мнению создателей электровилки, их разработка может стать первым подобным прибором, поступившим в массовое производство. В ходе испытаний устройства в одном из ресторанов Токио, подопытные были поражены эффективностью новинки. «Просто удивительно, как она меняет вкус. Пока не нажмешь кнопку, пища кажется недосоленной, а потом все меняется. Так что я смог по-настоящему получить удовольствие от еды». Пока неизвестно, заинтересует ли электровилка владельцев кафе и ресторанов. Разработчики собираются устроить официальную презентацию устройства в ближайшие месяцы. Десятки поклонников американской рок-группы Guns and Roses выстроились в пятницу в длинную очередь в Лос-Анджелесе, в надежде приобрести билет на их внеплановый концерт. Объявление о неожиданном выступлении в клубе Трубадур в западном Голливуде появилось ранее утром на интернет-сайте коллектива. Оно сопровождалось намеком на то, что это просто первоапрельская шутка. Однако поклонники группы, все же рискнувшие прийти по указанному адресу, не пожалели об этом. Всего за 10 долларов они получили именные билеты на камерный концерт своих кумиров. Я здесь, чтобы лично увидеть возвращение Guns and Roses на Sunset Strip. Короли джунглей снова здесь. Я очень этого жду. Я стояла снаружи, наверное, с двух часов ночи. Я рада, что мне достался билет. Группа Guns and Roses образовалась в Лос-Анджелесе в 1985 году. В 1994-м все участники оригинального состава покинули коллектив. Неожиданный концерт в Голливуде стал их первым совместным выступлением за более чем 20 лет. Жители Берлина подрались. Вчера перед Бранденбургскими воротами состоялся немецкий этап всемирного боя подушками. Массовое безумство началось со свистка. Каждый участник должен был принести свое мягкое оружие. Запрещено было нападать на людей без подушек, фотографов, полицейских, маленьких детей, собак и белок. Дресс-код свободный. Погода хорошая, нам тоже хорошо. Все это кажется глуповатым. Обычно же мы так не делаем. Но этот бой очень классный, и ты никого не поранишь. Зато потом придешь домой такой спокойный. Вот почему все участвуют. Считается, что подобное мероприятие помогает людям справиться со стрессом, зарядиться позитивом и сблизиться с другими жителями города. Подушечные бои традиционно прошли не только в Берлине, но и в многих других городах мира. Париже, Лондоне, Бухаресте и даже Гонконге. Тут несколько сотен человек в пижамах развязали настоящую подушечную войну. Китайцы подошли к подбору оружия креативно, подушки были в виде героев мультфильмов и даже креветок. Да и сами участники боя оделись в костюмы супергероев. Я в первый раз участвовал в битве подушками, и я думаю, что это очень интересно и очень весело. Я вспомнила, как мы дрались подушками с моей младшей сестрой. Сейчас это возможность снять стресс и найти новых друзей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!